Мир вам, Игнатий Тихонович! С миром! Владимир, привет! Поклон большой! Вам тоже поклон! Спасибо Христову! Я уже ждал вас. У меня редко так бывает. Мы с вами заранее сегодня договорились. Я все везде убрал. Дела свои жду тебя. Давай, что хотел. Игнатий Тихонович, дело в том, что в последнее время очень много в интернете материалов появляется, вопросов, суждений, споров, особенно со стороны православной публики по поводу нашумевшего фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». И вот хотелось бы услышать ваше мнение, оставив даже пока в стороне, собственно говоря, америкальную тему. И вот задам вопрос так, особенно это сейчас актуально, на фоне другой темы, событий, которые происходят в мусульманском мире по поводу карикатуры на пророка, которую они почитают святым. Поэтому вот вопрос такой, то, что изображено в этом фильме Андреем Звягинцевым, это карикатура на нашу жизнь, либо все-таки это правда, это действительность? Мне интересно, утром встаю, 5-7 запросов, и какие? А вот такая-то книга, дайте ваше мнение. Ну, книгу, книга о фильмах, фильмов 5-10 иногда накидают. Ваше мнение? Ну, гляну для меня. Но тут меня коснулось. Этим «Левиафаном» начали меня кусать уже. Почему молчите? Почему ничего не говорите? Ну, пришлось смотреть. Я бы его не смотрел даже. В первую очередь, название меня затронуло. Библейское название, оно почти нигде не употребляется. Но это помогло мне, что я стал вникать во все это, во все словари полез. Словарь Ньюстрима, Григория Диченко, политический словарь, Википедию всю перемолотил. Что «Левиафан» означает? Вот, я начну немножко с заднего хода. Меня всегда интересует сам, вот, Звягинцев Андрей, кто там писал. Вот, я стал искать, где он интервью дает. Нашел, посмотрел, увидел. Я его даже не знал и не слышал никогда. Но этого маловато показалось. Я стал искать не только интервью, а что о нем говорят теперь. Ну, что неверующие говорят, это не на первом плане. А вот верующие, ну и больше всего меня интересует, конечно, мнение православных людей, которые что-то знают. Я натолкнулся на таких знатоков, я попятился. Нашел одного, сейчас я буду, я выписал все, я думаю, что приготовился неплохо. Но как получится? Дело в том, что тема-то непростая. Коротко ответить. Как я смотрю на самого Звягинцева, его клеймят, другие восхваляют и противоположную. Вычеркивают его из памяти, чуть ли не фигуру его прокалывают. И о фильме его. Но одно то, что его там приняли на Западе, это людей волнует. Это там лишь бы нашу Русь святую поливали грязью, а там любой тебе золотой глобус, бриллиантовый, ну, где угодно тебя пропустят. Вот. Номинанты на самые великие премии Голливун поставят. Вот. Я начну с малого сейчас. Вот. Пока придется тебе это подождать меня маленько, я сейчас открою моменты, где меня это затронуло особенно. Вот. Левиафант что означает? Я-то по словарям покажу. Вот фильм Левиафант. Я буду передвигать, ты сам смотри. Ну, несколько ответов. В первую очередь, это некое страшное, большое морское чудовище. И нечто самое большое. В одном словаре, в политическом говорят, что так называлась машина для промывки шерсти мыльным раствором. Или что-то нечто огромное. Левиафант, допустим, военная промышленность пожирает весь бюджет страны. Левиафаном называется то, что устрашает людей. Меня интересует, что говорят об этом святые отцы и что говорит Библия. Я в конце покажу. И вот я нахожу не одно какое-то свидетельство, а несколько свидетельств. Вот. В первую очередь, на кого ссылаются. Вот я нахожу такого. Сейчас найдусь. Сейчас. Это речь о патриархе, о другом совсем маленьком. Тут я захватил. Надо было убрать. Вот. Левиафан называется «На смерть Звягинсова». 15 января 15-го года. Крылов Георгий, протаюрей. Я в конце только сказал. Новый Торквемада, маленький Торквемада. Не для Испании, а для России. Это первый официальный инквизитор в Испании был. 1420 года. Он в 1798 умер. 12 миллионов на костер взошло. Тут и Гитлеры все могли позавидовать. Но не он один, другие помогали. Вот он пишет. Отслужи, по мне, отслужи. Я не тот, что умер вчера. Из песни Розенбаума Александра. Вчера, он говорит, я развел ритуальный костерок у себя на дворе. Большого костра не потребовалось, хватило нескольких полешек. Всего 4 диска. Сначала полетел Левиафан, маркер смерти. Вчера посмотрел собрат с ютуба, записал. За ним остальные. То, что смотрелось и пересматривалось, показывали с детям и знакомым, с чем жил. Возвращение, изгнание Елена. То есть то, что Звягинсов Андрей до этого написал. Пробовал смотреть снова. Невозможно. Все фильмы теперь отрыгаются Левиафаном. Это как невозможно читать Пушкина после Гаврилиада или Лескова, прочитав его последние рассказы. К слову сказать, Лескова священники не любят. И главное, внезапно умер, беспокаяние берут и то другое. Одного из самых лучших писателей России. К слову сказать, Ленину, когда принесли на утверждение, попутно скажу, какие памятники стать. Он утвердил Пушкина и всех, кроме Лескова. Одно это уже говорит, что не такой, как все. Левиафан, это пишет он, этот, Георгий Крылов. Раздавил и Творца его предыдущее творение. Какое отношение предыдущие имеют? У меня это было такое. Когда вернулся из тюрьмы отец Дмитрий Дудко, а его книга о нашем уповании, там, воскресенье, сильные книги были. Священники похвалялись мне, как они теперь сжигают его книги. Он не отрекался от книг, ничего. Но только сказал, что этим заниматься больше не будет, власти трогать. Ничего больше не было. Я у него был после этого. Попутно сказать. Это то же самое. Да впору в лесть Випетрахили послужить панихиду. Понятно? Вот ему только не хватало поехать к Зулусам, чтобы сделали фигурку и булавками ее проткнули. И далее, коротко-коротко так пройдусь. Пишет. Вон там Роше, которое писали. Какие там Бергман-Брессоны. Он столько знает этот Крылов. Это Иван Андреевич Крылов только басен не написал. Такие у него знания. Ни одного божественного слова притом нет. Зачем он стал, не знаю. Вот пишет. Звягинцев в рабочих крестьянских свитерках, значит, был в пасмастовых очках. О, идеалист. Свитерочки-то оказались. А ты в Роше поруганно чувство. Сам объект любви плюнул мне в лицо. Ну ничего, утрусь. Не впервой. Нечего душу распахивать. Его никто не трогал. Он про него может этого Крылова знать, не знает. Заметьте, как человек начинает это надувать. Я понимаю, как он с легкостью узнает про меня. Меня сразу впишет в анафему. А для потребителя, очевидно, от фильма плохо пахнет. Он просто пошел, безвкусен и все. Если ладан, который кидаешь в кадила, начинает пованивать, его выбрасываешь. Он уже ни на что не угоден. Как раз сказать-то, заходишь, когда такого вонючего дыма напустят, в мозгах мутится. Я понимаю, есть любители рыбы с тухлецой. Но здесь нет рыбы, одна тухлеца. Отзывы такие дают. Но я пропускаю много. Я говорю, что это помойка, и художнику вообще нет места на помойке. Мне хочется воззапеть. Художники, не давайте интервью. Так и захолстан. Художнику только и давать. Что у него маленечко на другой волне работает. А не давать. Ни под каким видом он дает просто уже выверенный шаблон. История не знает болтливых творцов. Язык художнику дается на время творения. А потом запирается, отбирается до следующего сеанса. Я прошел жизнь, не слыхал такого даже. Есть, наоборот, жажда, желание показать мир таким, какой он есть. Жажда. Его и надо таким показывать. Социалистический реализм. Я многое пропускаю. Он говорит, что чем больше дряни, тем лучше примут и Оскара дадут. Поставьте всех художников к стенке и расстреляйте. Но художник не зеркало. Тупо отражать это дело на драйанного унитаза. Вот слова. Надо, говорится, запомнить, где он окажется в конце, этот крыло. И вот как слепой щенок тыкаешься и ищешь подобного мира в Леофане, а его просто нет. Внешне почти все так же, а внутри пустота. Поначалу что-то начинается, а потом как будто выключатель щелкнул. После первой сцены с митрополитом. Почему? Попробую объяснить. Сцена с митрополитом, вот это у него все перевернуло. То есть недосягаемый, нельзя трогать. То есть любят только, когда хвалят и ручку целуют. Этот батюшка уже вжился около архиереев, я знаю. Он где-то у них там на почете. И он страшно держится за свою должность. Никого не допустит. Всех, как говорится, к стенке. И он похваляет, говорит, образ полноценного священника в современных фильмах. Образ старца в острове, благодаря Мамонову. Это вообще. Он показывает человека, которому нельзя подражать. Это все понимают. Который никого не слушается. Который лжет. Играет с бесами. Остальное все накрученное. Ну, еще мало раз в Соборянах, Лесково. Опять же, находят там самое плохое. А изобразить православного епископа сверхсложно. Сверхсложно. У тех, кто пытался, получались крашеные клоуны. А священник, как ни крути, лицо сакральное. Так он может клоуны есть. В советское время зарплата и архиерея везде. Налоги, вернее, не зарплата, а налоги. Шли по артистам. Они пришли из класса артистов. Кто-то же это придумал. Ну, большая так. Один из них, конечно, в Барнауле был. Епископ Мастендич Антоний. И у меня есть фотография, как они стоят, смеются по-американски широко. Мэр города Баварин Владимир Николаевич. И тогда был губернатор Коршунов Лев Александрович. Первые двое уже на том свете. Один на машине разбивается, другой с 41 год умирает. Архиерея. А того с губернатора выдуло. Вот и все. А они заключали там такой союз по борьбе по-хорошему, за нравственность. С кем заключаете-то? Им это надо? Ну, это для людей. Вот дальше пишет. Ну, не было в России, никогда не будет подобных взаимоотношений с чиновниками и обывателем. Да, но другого просто нету. Звягинцев Андрей показал именно так. Ну, я не буду ссылаться на каких. Просто я скажу, что где бы я ни был, я везде видел только то, что Звягинцев показывает. Как священники, как с народом обращаются, как на них смотрят. И уж тем более фантазии известного авторства, формат взаимоотношений местного архиерея и губернатора мэра. Это похоже на детские страшилки. Как рассказы о том, что на Руси по улицам медведи ходят. В каком фантасмагорическом сне привиделось такое сценаристу-режиссеру? Да ничего не привиделось. Он просто зашел и снял в натуре. Ну, как же можно такое так само себя обделать? Это он Звягинцеву. То есть обделался. Не надо слово это говорить, что такое обделался. То есть без подгузников. Автор неоднозначно говорит, такова вся Россия. Как же нужно ненавидеть собственную страну, чтобы так о ней сказать? В этом смысле фильм имеет совсем иной формат. Не тот, который имели предыдущие фильмы, Звягинцева. И далее. Вернемся назад. Для того, чтобы показать, как оно есть на самом деле, надо знать, как есть на самом деле. Повторяю. Звягинцев знает, о чем показывает. И попутно. Меня спрашивают, ну а вы могли бы поставить фильм? Никогда и никакого. У меня нет никаких талантов. А он поставил талантливо. Какая фигура, за сколько, как. Ну, действительно, фактурный артист это взято. Это Серебрякова возьми, который главную роль играет. Он около ста уже фильмов озвучил. Нельзя же превращать зрителей в тупое быдло. Повторяя набившую оскоминный примитив. Во всем виноваты щектовники и попы. Именно так и есть. Дороги. Нам еще не считали мы у Гоголя. Что главное это? Дороги и начальство. Чиновники и попы. Это главное. И дальше пишет. И мата раньше у Звягинцева не было. И обнаженки, кстати. А теперь стало все как у всех. Ну, обнаженки там немного. После измены она сидит там, не оделась. А иначе бы Голливуд и не принял ее. У них это обязательно, чтобы где-то что-то было. Ну, мы-то... Это не заказной религиозный фильм-то. Это же не пророк Иеремия. Не Исфирь. Ну, надо помнить, что это люди мира. И дальше пишет, крупно показывает. Время отпевать. То есть у батюшки, смотри, он как... Он просто отпевает. Это явно, что идет уже по признаку дикарей. В данном случае произошло поругание таинства. Какое он таинство нашел? А это всегда кощунство, профанация сакрального. Это кино для него сакральное. Он все перепутал поповское. Сорковное алтарно перенес на картину. Из-за этого всегда стоит личное человеческое падение. Какое падение? Он, может, неверующий. Ну, нигде никакой безнравственности в самом себе автор не показал. Ну, неужели можно представить большую трагедию? Это вообще... Я выгнал Звягинцева из своего мира. В моем мире нет ни Звягинцева, ни Кураевых, ни еще очень многих. Имена я забыл или не знал. Это говорит священник, который будет у алтаря, у престола поднимать руки кверху. Да ты его попробуй попроси молиться за Обаму, за Порошинку Петра, за Владимира Путина, за Горбачева Михаила. Но будет ли он молиться, я еще раз скажу, за Немзорова Александра Глебовича. Если Кураевым, Нигом-то, сказали, отувы сразу. И пишет дальше, что ребенок закрывается ладошками, за ладошками ребенка живет Бог. От скверного закрытия. Открой ладошки, папин ремен, не надо бить ребенка. Мальчик, не открывай ладошки. Это им закончил. Вот это я наткнулся, и меня, собственно, туда другой подвигнул. Был такой или есть монах Деодор Ларионов. И вот отклик монаха Деодора Ларионова. Тут я побольше просчитаю. Скажу, что я на этой стороне стою. Надо сказать, что о Левофане Звягинсов я узнал из рецензий в интернете, которые в последнюю неделю стали расти в геометрической прогрессии. Причем одни авторы превозносили фильм до небес, а другие проклинали. При этом бросается в глаза, насколько сильно обострились чувства у людей со специфическим, в кавычках, патриотическим сознанием. Снова это ощущение обиды, плевка в душу, ощущение, что наврали о христианстве, оболгали Родину, ее и так поносят, и хотят топтать в грязь, а тут еще это злосчастное кино. Говорили также о заказном характере фильма. О его нацеленности на западной аудитории, ожидающей хорошее, в кавычках, кино о плохой России. Плохой тоже, в кавычках. Но когда два дня назад появился отзыв про Таирея Георгия Крылова на сайте богослов.ру, богослов.ру, в котором автор сжигал не только диски с фильмами, и самого режиссера, но и всю русскую литературу заодно, а потом постепенно перешел на язык неконтролируемого потока сознания. Так что я даже усомнился в здравии психологической вменяемости отца про Таирея, вследствие пережитого стресса от просмотра фильма. И тогда я понял, надо смотреть. Что значит грамотные люди, как говорят? Фильм начинается со сцен неописуемой красивой природы и захватывает с первых кадров. Остатки брошенных судов на берегу соседствуют с величественным скелетом кита, когда-то выброшенным на берег, и полуразвалившиеся пятиэтажки с непоколебимой, и словно бы не подвержены тлению северной природы скалами и заливами, прибрежными насыпями и вечным северным морем. Когда нет претензии позирования перед публикой, когда художник не выдает свой стиль за язык бытия, а позволяет бытию говорить на его собственном языке, тогда зритель откликается не на какие-то надуманные теории и идеи автора, а встречается с самой действительностью, и всякий раз такая встреча происходит у каждого человека по-своему. Да он ругается, это на букву «Б» два раза сказали, да там ничего нету. Я бы тоже поверил Крылову-то, Георгию-то, но пришлось смотреть. И дальше мне это напомнило точно такое же ощущение в книге «Море-море» Айрес Мердок, когда в середине фильма в одном из кульминационных моментов главная героиня, решившаяся на отчаянный поступок, приходит на берег, на фоне ее лица, показанных крупным планом, в море выныривает и плещется огромный кит. Который, несомненно, символизирует Левиафана. Морской кит, напоминающий о чудовище Левиафане, как символ отражает внутреннее воздействие Левиафана, невидимого, выбирающего жертву по собственной прихоти. Вот, к слову сказать, Левиафаном считает, или это крокодил, или кит, или некое большое морское чудовище. Иногда даже с космоса видно, какой он там чуть-чуть километр длиной. Но в словарях везде больше складывается мнение о ките, потому что говорится о море, а крокодил в море не живет. Ну, а о нем, что Левиафане написано, семь мест Библии, я их все прочитаю. Для тех, у кого Библии нету, вот. Он говорит о развитии сюжета. Некоторые рецензенты, особенно Протерея Крылов, сетовали на то, что в фильме ничего не сказано о Боге. А мне показалось, что главная тема фильма – это Бог. Нет ни судьба Иова, ни государство, ставшее Левиафаном, ни сложности криминальной России, ни лицемерие церковников. Это все фон и предпосылка для главного вопроса, который, кстати, прямо задает в одном из эпизодов герой Серебрякова «Где твой Бог?». Ему отвечают «А ты какому Богу молишься?». Это дает указание на то направление, в котором следует искать ответ. Можно заметить, что на протяжении фильма герои постоянно задают друг другу в разных ситуациях один и тот же вопрос «Ты веришь в Бога?». Но никогда не звучит прямого ответа, ни утвердительно, ни отрицательного. Собеседники лишь пожимают плечами, либо отговариваются, я верю в факты, указывая на неуместность вопроса. Здесь симптоматичной оказывается роль официальной церковной власти. Она, насколько это видно из фильма, единственная, кто не задумывается над этим вопросом, и у кого ничего не болит. Вот это, я понимаю, рецензия. Это рано мучает алкоголика, мучает изменницу-жену, даже бандюгу-губернатора. Он тоже задает такой вопрос. Она тревожит простого сельского попа. Но когда начинает говорить митрополит, и в финале это звучит ужасающим аккордом, всякий вопрос о Боге словно исчезает. Словно его и не было никогда. Не было трагедии, смерти, слез, преступлений, не было греха и искупления, словно Христос не воплотился. И после этого заключительного аккорда мы снова видим безмолвие природы. И теперь это уже переосмысленная природа. Природа тихая и смирена, как Бог, присутствовавшая при всех событиях в рассказанной истории. Мы поднимаемся на новый уровень и видим, что Левиафан, пожирающий этих людей, меняет маски, преобразуется, пожирает каждого своим собственным способом. Но за всеми этими масками стоит настоящий Левиафан-утрата веры, бездверие. Левиафан вздымает свою гриву, когда назовываете их грешников, алкоголиков, блудниц и убийц. Церковь отвечает пустой риторикой, усыпляющей совесть, помпезными шествиями, грандиозными стройками. Лучами Левиафана научилась играть, сидя у него на брюхе, и даже замечает, что первые устремляются с ним на дно, то есть церковь. Вот увидел как. Это пишет верующий человек. Левиафан там, где вместо рыбы дается камень, где вместо веры лицемерие, где вместо хижины Ева белокаменный храм. Заключительные виды природы говорят о присутствии. Безмолвный океан больше можно сказать о Боге. В этой, казалось бы, печальной истории, чем богоустановленные институты, продавшие себя в рабство, залезть и похвалу. Так получается, что океан дарит надежду. Океан, Бог сильнее Левиафана, даже если в жизни, как у Ева, все оказывается во власти последнего. Недосказанность в фильме только видимая. Мне кажется, фильм пробуждает веру. Веру в совесть, веру в святость, веру в чистоту души, веру в Бога. Драма, раскрытая в фильме, только кажется личной или социальной. На самом деле это универсальная драма, в которой обнажается исконное для человеческой души противоречие, свидетельствующая возложено на нее бремени выбора между добром и злом. Есть поговорка, что молодца и сопли красят. Такими соплями в фильме оказывается совершенно неправдоподобное изображение духовенства. Карикатурный митрополит то и дело за столом наставляет губернатора на верный путь вымученными, как будто бы написанными заранее фразами, которыми нормальный человек не выражается. И дальше, проходской священник, как о нем пишет, фильм не выражает и не может выражать подлинного богословия спасения. Да он из-за цели не ставил-то. И далее пишет, Страшные, конечно, слова. История бесконечно повторяется. Именно церковь в лице своих служителей снова и снова предает и распинает Христа. Режиссер всеми возможными средствами пытается лишь указать на то, что эта проблема актуальна и современна. Еще хочу сказать, что многие рецензенты писали о различных нестыковках в сюжете, о нелепом поведении героя, о несовпадении с книгой Иова и, думаю, другими библейскими персонажами, об искажении российской действительности, церковной действительности и прочее. И он все это оставляет за скобками. Тот, тому, кто не смотрел фильм, советую никого не слушать, не читать возмущенные отповеди и рецензии, дышащих праведным гневом и обидой на затронутые святые чувства и обязательно посмотреть. После просмотра становится абсолютно ясно, что режиссер не рассчитывал ни на какие награды, а спокойно снимал то, что ему важно и рассказывал о том, что для него дорого. В фильме «Звягинство» нет никакой обиды для России, потому что показанная действительность, хотя она может быть и уутрирована в некоторых моментах, касается не России, она касается всякого человека, независимо от национальности и проживания. Это честный и ответственный фильм о Боге и вере. Это фильм о духовной реальности и о том, в каком отношении к этой реальности находится современный человек. Я беру «Левиафан» в словарь Ожегова о ком-то и чем-нибудь поражающем своими размерами силой по имени библейского морского чудовища. «Понимаете, что это кит или крокодил?» Это Ожегов. Я называл какие словари, просмотрел, все, ответ один. Ну, пусть не сочтут это за тяготу. Я просчитаю, здесь три стихотворения своих взял, написанные от пяти до десяти лет назад, где упоминается «Левиафан». Это начинается уже мое мнение. Я два отзыва дал разных. В этом будет смысл, потом туда я подойду. Надо смотреть будет. Жить сорок лет изгнанником в пустыне? Помилуйте, а как же дети, внуки, скот? Любая пища может опостылить, как редко перепелок нанесет. Так день за днем безделие одолело ни огорода, ни садов, ни дач. За безнадежностью зимы пустое лето какое сердце выдержит тот плач? А семьдесят в безбожном катафалке хвалился пустотой СССР. И тьма египетская возгордясь восстала, с библейской историей все, сверь. Как к одному, один распорядилась, историей которой бог начальник. Таких же понаперло крокодилов, рабыни и мы десятки лет мыщали. Убийцы и разбойники родили антивласть, устроили духовную в России Хиросиму. Но истина подпольно молилась, не сдалась, у кровожадных милость не просила. Враг в храмах посадил своих сатрапов, все золотил, бездущина саждая, прет на закон божественный нахрапом, наглеет зло, вертясь между жидами. Для усмирения бог шлет на перековку, гнетет змеиной сворой фараона, на дне морском с врагами рокировку, семейных Егова и Левиафан не тронет. Жизнь на земле в опасностях влащится, в юдоль земную, как в командировку. Бог свят, бродяг преображает в чистых, рога ломает тем, кто лезет против. Лет семьдесят отпущенных истают, и аспиды издохнут у креста. Глаза закроются, а тверзят в тайну ставни. Кто во Христе, тот в Боге возрастал. Третьего октября восьмого года. Второе стихотворение. Я показал, что здесь Левиафан. Египет семьдесят лет и мой семьдесят лет в коммунистическом риге. Опасности стремлюсь преодолеть, микробами, бациллами опутан. Еще с отцом и некому жалеть, и неизвестно, сколько было суток. Девятимесячное плавание штормах не выкинуло, благодарен маме. Температурит лето и зима, и это не часы, а месяцами. Зверье и гады, птицы, мошкара, во мне узрели хищника, убийцу. Для них укрыться гнезда и нора, а мне, как человеку, где укрыться? Для них подножный и надежный корм решаются вопросы перелетом, а мне в мой дом под поднятый топор перебираю бедствия по четкам. Сидеют мудрецы, изобретая оружие, орудие, кончину. Как натравить на нас щенгиза из Китая, левиафана из морской пучины? И дьявол душу держит на примете, соблазном, искушением точно бьет. Невыносимый мрак на белом свете, яд подсыпается в прогорклый мед. Опасности в знакомствах и в пустыне, опасность одиноким и в семье, то горе с чернобыльской полыни, то в трезвости при горшищем вине. Теперь же, примиренный вы с Иисусом, исхитившим от ада и греха, в любой опасности вдруг прозревают плюсы, простуженной амебинкой щихать. Опасность запуржилась в ненастье, но в тишине евангельской засну. С Писанием Божьим заплываю счастье, Христова кровь сняла с меня вину. 21 мая 3 года. То есть я показываю, что вся эта жизнь для меня под прицелом Левиафана. И все-таки я доплыву и ничего он мне не сделает. Дальше. Третье. Расстрельщики России, палачи, на что они посмели замахнуться? Екатеринбург встает уже в ночи. Спаси на хокаянных Иисусе. Бог допустил, а может повелел отнять помазанника, заключить с семьей. Рыкая вышел краснозвездный лев, потом окажется все пьянишей свиньей. Не надо тужиться, а что бы, если кабы, рассматривая и сравнивая, как было. Сареи и Дральски на таких ухабах теряли все и в плен брели постылый. Пророк Серафим скрывался в келье. Народ зверел, не слыша Божье слово, и недуховные по пьянке песни пели. Здесь умница епископ Феофан в придуманном затворе затаился. Народ в заглот хватал Левиафан. Кто понял до конца, а то молился. Игнатий Бринщинин в глубине молитвенных сакральных размышлений на Волге вылупился лысенький пигмей повытрясет на Божий святых Ленин. Ни одного апостола в России, кто шел в народ подобно как и Павел, уже террор, уже народ взбесился, без окаянства безраздельно правил, бал окаянства безраздельно правил, кресты и купола перекосились. Где вы, епископы, церковные князья? Бог в ярости отнял благую милость. Так нужно проповедовать. Нельзя? 9 августа 3-го года. И дальше. Набирает целое ожерелье. Ио в 3-8. Да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана. То есть было понятие такое, что он отдыхает и спит. Больше тут ничего нету. То есть сильное проклятие пробуждает даже Левиафана. Ио в 40-20. Можешь ли ты удой вытащить Левиафана и веревкой схватить за язык его? Тут еще непонятно кто. Может, это и как крокодили под одним именем. Это слово Левиафан древнее еврейское. Оно даже не переводится. Нечто большое и страшное. Перевода не дают. Псалом 73-14. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Самое непонятное. Как кит может оказаться в пустыне? Как крокодил может оказаться в пустыне? Вот этот стих совершенно не относится к Левиафану. Отдать его в пищу, то есть бросить под ноги. Нам пища нравится то, что мы вкушаем. Это радостное известие. Я отдал в пищу Левиафана, то есть они неоднократно беседовали о фараоне. Любимое лакомство, о чем-то нам беседовать, когда люди рассказывают. А как мы были там? У тебя тоже ребенка отнимали? Да, смотри, Моисея, как Бог спас. Это была любимая тема разговоров, как у старых брятцев. Никоняна, Никоняне, проклятые Никоняне. Так, они о фараоне, я так думаю. Больше никак. Отдал в пищу людям пустыни. Израильским людям, которые вышли, это темой было разговора, что Бог сильный и Его. Псалом 103-26. Там плавают корабли, там этот рекам плавают. Исайя 27-1. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким. Левиафана змея прямо бегущего и Левиафана змея изгибающего, если убьет чудовище морское. Прямо говорит, что морское. Это подходит к тому, что какое-то было животное, кит не изгибается, может только имеется ввиду, издалека его видели, но все-таки больше напоминает это некое животное огромное, которого рядом не видели. Третья ездра 6-49. Тогда ты сохранил двух животных, одно называлось бегемотом, а другое Левиафаном. Третья ездра 6-52. Левиафану дал седьмую часть водяную и сохранил его, чтобы он был пищей тем, кому ты хочешь и когда хочешь. Второй раз говорит о пище. Иеремия 15-19. На сей так сказал Господь, если ты обратишься, тогда я восставлю тебя и будешь предстоять перед моим лицом, моим, если излечешь драгоценно изничтоженного, то будешь как мои уста. А они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним. Я закрываю этот момент. То есть в данном случае, вот я уже двоих убрал. Ну, тут понятно, я как верующий человек, в первую очередь хочу показать, что об этом говорит Святая Библия. Если из изничтоженного названия, я беру название, проверил все, и вижу, что о чем показано, так и есть. Это власть. Это шестеренки, как говорит Солженицын. Тебя заживало и выплюну только на том конце. Не сопротивляется, бесполезно. Пошел в тюрьму, я взял судей, как она считает монотонно, он не убивал, доказано, тупым предметом по голове она со скалы упала, молоток нашли, орудие, которым убили. А нужно ли было это им? Нужно! Но я сейчас прочитаю и покажу о чем этот фильм. Ну а Звягинцев Андрей понимал или нет? Не знаю. Иногда человек делает большое дело, даже этого не знает. Не знает. Думаю, что Господь положил ему на сердце поставить это и показать. Он непростой человек. Конечно, если бы кто-то вывел его на меня побеседовать по скайпу, я бы побеседовал с ним. Скажу, что у меня к нему антипатии нет ни одного процента. Ни одного. Ни по чем. Ни по фильмам. Какие-то я не смотрел. И вот дальше ничтожное показано нам, что он пьянствует, никого не слушает. Там Серебряков отыграет где-то. На него управы нет. И когда мэр-то пришел пьяный шатается, он на него вышел и мэр-то говорит, у меня еще мысль-то была с тобой как-то поговорить, чтобы тебя оставить здесь и проще. Он отрезал все. Его ничем нельзя было смирить. Ни друг, ни брат, ни милиция. Он в милиции начал буянить. 15 лет пошел на выправку, на перековку. А она, а какая она? Мужа арестовали, надо плакать, молиться, а она в это время занимается какими делами. А потом еще и сын все это узнал. А они неисправимы. И Бог показывает, она совсем неисправимая. Пошла сразу самоубийца, а ему на 15 лет. А сынишка вообще никого не слушался, а теперь никого нету, и посторонние люди показывают доброту и его забирают. Так что все предыдущее шло к концовке и правильно от Бога это было. Бог нас скручивает, смиряет, как в пословице говорится, у Бога на каждого хорошая дубина на этих парней. Иеремия 15.1 Я многовато здесь скажу, но это того стоит. И сказал мне Господь, хотя бы предстали перед лицом моего Моисея и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Ну что, Крылов не знал про это, выставлен в роли митрополита, ну без имени, инкогнито, они не знали это. Ну эти-то реальные люди вылезли. И они молятся святых, ну допустим, пристали Серафим Саровский, Анкронштадтский, Матрона, отгони их от меня, говорит Господь. Не ходатайствуйте об этой России, она пригодворена к смерти. На ней кровь миллионов, сто миллионов на ней жертв висит. Вот что здесь записано. Если же скажут, куда нам идти? Ты нас прогоняешь от лица твоего, то ты, Иеремия, ты пророк, ты скажи им, так говорит Господь. Кто обречен на смерть, иди на смерть. И кто под меч, под меч. И кто на голод, на голод. И кто в плен, в плен. Это Бог любящий, ему имя любовь. Не надо играть с Богом. Бог определил Россию участь, она разнаряжена, и нельзя приостановить ничем. Он просто показал, может кто-то раскается. Это мирской фильм. Но ему никогда уже не поставят фильм Иеремия, и с него никто и не требует. Повторяю. Вот который надо Голливуду на фильм Иуда Бенгур, Кама Гридеша, где там Петя Рустинов играет. Третий. И пошлю на них четыре рода казни. Говорит Господь меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных, и зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли за монасью сына языки царя иудейского, то есть за Сталина, за то, что он сделал в Иерусалиме, за Ленина. Ибо кто пожалеет о тебе Иерусалим, Москва? И кто окажется страдания к тебе? И кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Какие страшные слова. Бог устал миловать, а то Бог ненавидит грех, а грешника любит. Ни где о грехе нету речи, речь идет о грешниках. Это сектабская суемудрия. У американцев здесь все будет хорошо, все будет хорошо. Никогда эти слова не говорите, мы не знаем, будет ли хорошо. Я развиваю их веялом за ворота земли, лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. А то пишет Архимандрит, Бог никого не наказывает. Никого это люди себя грехом наказывают. Прямо написано, вдовы у меня более, нежели песку в море. Наведу на них на мать юноши, опустошителя в полне, нападет на них внезапно страх и ужас. Лежит в изнеможении родившей семерых, испускает дыхание свое, еще днем закатилось солнце ее, она постыжена и постромлена. И остаток их, придам мечу перед глазами враговых, говорит Господь, и Китай, и Украина, и мусульмане все в один день могут пойти. Фильм как раз об этом говорит. Так жить нельзя. Он взял с натуры. Нельзя. Вот он приезжает, хороший, будто адвокат, и дальше что обнаруживается? Что дальше из него полезло-то? Его в одном месте мутузят, в другом. Один фонарь не потушил, второй. Горе мне, мать моя, что ты родила меня с человеком, который спорит и ссорится со всей землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. А сегодня, если всем дает в рост Израиль, банки, как же не проклинать люди будут евреев-то? Он говорит, я никому не давал в рост, а ипотека под 18-12% не могут рассчитаться молодые. Платили 10 лет, а теперь дом забирают. Это-то растет. Господь сказал, конец твой будет хорош, я заставлю врага поступать с тобой хорошо во время бедствия, во время скорби. Тебе утешение, что врагов будут смирять. Может ли железо сокрушить, железо северное иметь? Имущество твое сокровище твое отдам на расхищение, бесплаты, за все грехи твои во всех пределах твоих. Я отправлюсь с врагами твоими в землю, которые ты не знаешь, ибо огонь возгорелся в гневе моем. И дальше он говорит перед Господом, как упорно болеть, до 31 стиха. Псалом 2-й, 10-й, стиха. Так вы разумитесь, старие, научитесь судьи земли. Подлинно ли, говорите, вы судьи, справедливо судите, сыны человеческие. Псалом 57-2. Я эти места взял для судей. Это самое гиблое место. Из судей почти никто не спасается. Он мне спрашивает, а ты веришь в Бога? Он говорит, я юрист. То есть, юристам очень трудно верить, потому что у него другой закон. Он судит не по справедливости, а по знанию закона, хороший или плохой. Юрист один у нас, один в Америке, один в Индонезии, в Китае. Почему? Каждый судит по своим законам. А христианский закон для всех, на все времена, на все эпохи, на все царей. Вот к чему надо прилеплять это. Сафония, три-три. Я говорю, это не, это говорится к евреям, к евреям, но что мне до евреев-то? Я беру все к нашим, по фильму. Князья его, посреди него, рыкающие львы. Судей его, волки вечерние, не оставляющие до утра ни одной кости. Мне кажется, одно из самых прекрасных картета моментов, когда у него в кабинете он дает разнос им. Он поверил, что его уже зацепили. Если бы адвоката в это время здесь не было, уехал в Москву и оттуда начал продолжать бы, они бы его сместили. Он понял это. И когда начал на них кричать, меня не будет, и вас не будет. В этом вся суть. И прокурор, и судья все подкуплены. священникам, его оскверняют святыню, попирают закон. Пророки его люди легкомысленные, вероломные. Ну, скажи священникам, что вы оскверняете святину, попираете закон. Еврейским, которым говорил сапонят, а да не поверят. Господь правден посреди него, не делает неправды, каждое утро являет суд свой. Неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним, разоренные города их. Нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня, принимай наставления, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Это в фильме как раз и показано. Все портит. И даже поехали к морю, там стреляют, и там грех совершается. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения. Ибо мною определенно собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего. Ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. И мы увидели этот народ, который только этой участий достоин. Тогда опять я дам народам уста чистые, тогда очиститься. Иеремия потом же говорит, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно. Осия, 6 глава 9 стих, как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивает на пути всехем и совершает мерзости. Священники – это сборище. Я говорю про еврейских, наши-то хорошие ангелы. Они так ангельских щен принимают. Еврейские-то какие были нехорошие на пути всехем и совершают мерзости. Вот такая она. А наша только святость. Хорошо, что нам Бог дал хороших священников, которым не надо склоняться перед Богом, знать Библию. В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Фрема. Осквернился Израиль. Князья у него, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. Ну, хорошо, что это в Израиле было. Иезекииль-то 22-27. У нас-то в России этого нет. Откуда он Звягинса взял это? Я бы его спросил. Ну, другое дело, евреи. Это у них Бог, отец, дьявол. А у нас-то нет. А главное, это оружие, какое-то человеку убийца от начала. Я вот чему все подвел. Вот о чем говорят сегодня священники. А пророки ее все замазывают грязью. Видят пустое, предсказывают им ложь. И говорят, так говорит Господь Бог. Тогда как не говорил Господь так. А в народе угнетают друг друга. Грабят и притесняют бедного и нищего. И пришельцы угнетают несправедливо. Я только и думаю, ну, хорошо, что у нас в России никогда так не было. Вот перестройка прошла, люди хорошие. И откуда он, Звягинсов, берет это? 30-й стих. Искал ли у человека, который поставил бы стену и стал бы передо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел? Ну, хорошо, что у нас нашлись хорошие архиереи, священники. Не такой, как в фильме-то. У нас все они хорошие. 360 епископов сейчас. Их еще больше. Они все ангелы. И так и залью на них негодование мое. А огнем ярости моей истреблю их. Поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Бедные еврейские священники. У нас с русскими не так. Их ни Ленин не трогает, ни Сталин, и архиерея в 237 году не зарублена была. Откуда он все это брал, Звягинцев? Ося 5.1. Слушайте это, священники, и внимайте дом Израилев, и преклоните ухо дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнею, в массиве, и сетью раскинуты на фаворе. Не преображение, а сеть. 7.1. Ося. Когда я вращевал Израиля, открылась неправда Ефрема, и злодейство Самарии, ибо они поступают лживы, и входит вор и разбойник, и грабит по улицам. И вот входят люди, и берут ребенка, который никому не нужен. Давайте научимся от этого. Положительный герой есть. Но чтобы сломать человеку судьбу, его выбросить, и на этом месте строить храм, позвольте. Михея 3.9. Слушайте же это главы дома Яковлева и князья дома Израильева, гнушающиеся правосудиями и искривляющие все прямое. Но это израильские. Какие мы счастливы, Юрий, с вами, что в России никогда этого не было. Ни при царе, ни при диктаторах, ни при вольнодумцах. Иеремия 5.7. Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянуться теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц. Это откормленные кони. Каждый из них ржет на жену ближнего. Хорошо, что не в России это. Это Израиль все, блудники окаянные. Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя народу, как этот-то? Вот это кто говорит? Иеремия. Сколько грязи он вылил на народ израильский. Его в грязь и бросили в ров туда. Это очень звягинство туда же будет. От русского уже народа. Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы его, потому что они не господни. Зубцы это храмы, которые стоят все. Хорошо, что не у нас в Израиле. Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со мною. Очень вороломно, говорит Господь. Они солгали на Господа и сказали, нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни веща, ни голода. Вот это в фильме-то и показано. Пришла она, щума, пришла беда. Из Икииля 16.25. При начале каждой всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои. Это речь идет о церкви израильской, не нашей. Наша ни перед какими уполномоченными ноги не раскидывала. Что ты? Совет министров, там говорят, 100% архиереи были КГБшники. Не-не, это Израиль окаянный. У нас этого нет. Блудила сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, ни с какими коммунистами не блудила церковь. И умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. Хорошо, что ты не у нас. И вот я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе, и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистинским, которые устыдили срамного поведения твое. И блудила ты с сынами Асура. И не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась. И умножила блудодеяния твои в земле. И далее перечисляет. Всем блудницам дают подарки, а ты наоборот всем несла и несла, лишь бы по тебе. И все это до конца просматриваю, смотри сколько здесь, 63 стиха. Для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе рта открыть от стыда. Это говорится, конечно, о церкви, о церкви говорится, израильской. Но мы христиане, хорошо, что мы не евреи. А то бы подумали люди, что у нас такое. Ио 12.25. Ощипь уходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные. Я о пьяницах. Притча 23.21. Потому что пьяницы, пресыщающиеся, обеднеют, сонливо саденят в рубище. Еще лучше. Это евреи пьянствуют. А мне еврейка одна и говорит, вы хоть раз видели, вот лежит мужчина, и сфотографировали, на остановке, под скамейкой, из-под него лужат еще. Вы хоть одного еврея видели? Не видел. Вот так. А вы хоть одного еврея знаете за 2000 лет неграмота? Я говорю, не знаю. Ну вот и все. Потому что они любят своих детей. Любят свой народ. У них большая цель. Исайя 19.14. Господь послал в него дух опьянения без водки. И они ввели гиперзаблуждение во всех делах его. Подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Шатается земля, как пьяный. И кащается, как колыбель. И беззаконие тяготеет на ней. Она упадет, уже не встанет. Да вы посмотрите по статистике. Больше нас кто пьет? Может быть, на Украине? Только. Где больше абортов делают? Около 20 тысяч ежедневно. Мне дали статистику, я не поверил. За годы 20 лет перестройки вместе 120 миллионов абортов. Это государство европейское. Докфильм-то о чем говорит? И она тут же ему говорит, сблудила, даже трусишки не надела. И муж еще сидит в каталажке, она уже с этим готова убежать. Ее-то кто воспитывал-то? Какое поколение? Исайя 29. Дети изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили другу других. И сами ослепли. Они пьяны, но не от вина. Шатаются, но не от секеры. Конечно, это к священникам никак к нашим не относится. Они трезвенники, пьяных нет. И то, что патриарх Алексей II специально просил профессора Новосибирской академии Жданова Владимира Георгиевича, президента международной антиалкогольной компании какой-то там, считать лекции спившимся попам. Он, видимо, ошибся. Он не знал это. Иеремия 13, 13. А ты скажи им, так говорит Господь, вот я на полный вином до опьянения всех напою. На полный вином до опьянения всех жителей сей земли и царей, сидящих на престоле Давида. И священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима. 25, 27. И скажи им, так говорит Господь, самого Бога Израиля, пейте, опьянете, и изрыгнете, и падите, и не вставайте при виде меча, который опрощеновал. На другой участии России нету. Фильм Звягинства Андрея, как кажется, говорит, опомнитесь, люди. Вот он встал, маленький, снял маленький ареал, ну, не считая приезжего из Москвы. Ну, это, ну, одна область. Сколько у нас областей? Да в каждом районе начни снимать, и фильм получится только такой, а не другой, еще похлеще. Еще там убийство будет, еще только не будет. Эти как-то побили этого адвоката и остались живых. Я в это не верю. Это он сгладил. Приехали на двух машинах, и одного, да, сразу бы зарыли в песок. Зачем они заезжали тут? Я в один, отвод болтузил, и все. Еремея, 48, 26. Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа. И пусть Мааф валяется в блевотине своей и сам будет по смеяниям. Хорошо, что наша Россия в блевотине не валяется. Это все Израиль окаянный. Осень 4, 18. Отвратительно пьянство. Их совершенно предались блудодеянию. Князья их любят постыдно. Да в одном стихе весь фильм. Да не может быть, чтобы Андрей Звягинцев этого не знал. Откуда он взял-то это все? Совместил в одной семье. Иаиль 1, 5. Пробудитесь, пьяницы, плачьте, и рыдайте все пьющее вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Иаакуум 2, 15. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. И вот мы считали впереди, что он там Крылов говорит, как вычеркивает из памяти, из списка, он молиться уже не будет. Вот это как раз и говорится. Вся срамота видна. Матфея 24, 49. И начнет бить товарищей своих и есть, и пить с пьяницами. Не знают они это? Ну, по-моему, это уже к Новому Завету. Ну, наверное, тысячи лет-то в России не было, а то на первое тысячелетие отнесем. Там гуляли, пили. Лука, 21, 34. Смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением. Хорошо, у нас ни один поп не обидается. И пьянством, ни одного пьяницы нету. И заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно. 1 Коринфян 6, 10. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники царство Божие не наследует. Ну, Павел писал это. Пока до России то дошло, может быть, заповеди теперь и царство Небесное открыто уже для злоречивых. Как он злоречие какое дает на Звягинсона, Андрея Кураева. И они ни воры, ни лихаимцы, украли веру у людей. И ни лихаимцы. А я сейчас прочту немножко побольше. Галатам 5, 21. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так царствие Божие не наследуют. Так, а Андрей-то еще это не показал. Он еще это, как будто бы, ну, будем надеяться, что Левофан еще что-то даст. И вот теперь послушай. Смотри внимательно. Я это прочитаю, а Володя заснимет. Из речей патриарха Алексея Второго Ридигера открываются кавычки. Сейчас крестится много взрослых. Им необходимо создать все условия, чтобы эта таинство совершалось в соответствии с апостольскими правилами. Через полное погружение. Я теперь ссылаюсь на Филарета, на... Мне говорят, а зачем ты? И при том, слово крестить, это все равно, что скамейка, там какая-то, постель. То есть, такую гонят в виду. Это ужасно. То есть, я, что выставляю материалы крещения, насмехаются, ну ладно, что не священники, что там какие-то неграмотные миряне. Патриарх говорит, прошло полтора года с того момента, как я обращался к духовенству, но, к сожалению, положение не изменяется к лучшему. Придется, видимо, в дальнейшем разрешать крещение взрослых только в тех церквах, в которых имеются баптистерии, чтобы не вызывать нарекания среди верующих, которые считают это строго необходимым. А где не считают, совсем невежда, там можно не делать. Ты слышишь, какая кривая речь? Также многие, 98% священнослужителей, словно не слышали нашего предупреждения, прежде должна быть катехизация, что она должна совершаться благоговерно и спешно. Но поступающие жалобы свидетельствуют о том, что крещение совершается небрежно, поспешно, сокращаются, часто, причем сакраментальные его части. Все чаще стали слышаться нарекания по поводу вымогательств, то есть назначения цен за совершение треб. Вот Зрягинцев-то еще про это не знает. Он таких хороших священников вывел. А патриарх, зачем он говорит открыто это? Такой священник, позор для храма. Священник требует особой платы, даже за крещение, венчание, отпевание. Они тут же схитрили добровольное пожертвование, ценник убрали, но цену повысили еще полтора раза. Это уже настоящая симония, и к таким священникам мы вынуждены будем принимать меры канонического порядка. Повторяю, сие слова принадлежат патриарху Алексею Второму, которого тут же хотели канонизировать. Больше всего поступает жалоб и прошение о приведении в каноническое соответствие совершения православных тайнц и треп. В первую очередь это крещение, совершаемое порой обливанием одной и только головы, окрещаемого, вместо полного погружения. Это 98% священников сегодня этого не делают. В некоторых храмах сооружены баптистерии для крещения детей и взрослых, но ряд храмов с этим не торопятся. Считаю, что не следует в таких храмах крестить взрослых, а для катехизации направить их в тот храм, где есть баптистерия. То есть этот не делает, пусть не делает. Ну ладно, учеников в другую школу направим, а этот пусть сидит с пустыми партами. Ну куда это годится? Священнослужитель во всем должен быть примером для своей пасты. Я уверен, что кто пришел в церковь не ради прибытка, а ради служения Богу, останется. Многих же мы потеряли, как уже теряем и сейчас, кавычки закрытые. Откуда взято? Официальная хроника названия Московской Патриархии, номер второй, 1993 год, страница 18, это номер первый, третий, 1994 год, страница 34-38, изречено Московском и Пархиальном собрании. И далее он говорит, кавычки, каких бандитов напринимали в церковь? Это не моя характеристика. Ну, наверное, Патриарх что-то знает больше, Я говорю, все эти подобные высказывания Патриарха о крещении совершенно верны по содержанию. Есть, по сути, ничто иное, как некая реабилитация самого себя в глазах народа. Он как бы говорит, смотрите, я же учу, я их обречаю беззаконников, а они ничего не хотят делать. Я это говорил 10-15 лет назад. Но у Патриарха огромная власть. И он мог бы в течение всего лишь одного месяца навести порядок в уверенных ему делах. Если он патриарх, сам обливанец, как и многие, почти все архиереи, священники, выходцы из Белоруссии, Украины, то ничто не препятствует им всем сегодня же найти опытного духовника, духовного священника, правильно, с троекратным погружением крещеного, с крещения, и упросить его, чтобы он окрестил всех обливанцев, начиная с патриарха, всех архиереев и священников, совершилось бы настоящее крещение Руси. Образовались бы общины, живые братства, отделение от мира и возрождение духовной и могучей России. И немедленно необходимо принести всенародное покаяние перед Богом и перед народом за столько лет творимое беззаконие, за жуткий обман доверившихся им слепотствующих прихожан, за проклятое Богом небрежение в преподании и крещение. Извать указы, чтобы безумие с обманом мощения голов-то вместо троекратного погружения прекратить, а священников, не подчиняющихся указу, извергать из сана. Пусть идут работы на стройке народного хозяйства. Еще немножко. Блаженна Феофилакт на Колоссянам 2.12 говорит так, в кавычке, «Итак, крещеный спогребается Христу троекратным погружением, изображая трехдневное погребение Христа и умирая, как ветхий и греховный человек». Дальше. Из решения Барнаульского перхального совета под представителем пископа Алтайского Антония Масентьевича от 2 февраля 96-го года. Кавычки. «Постановили начать крестить полным погружением во всех храмах города Барнаула». Вот открыли тайну-то. Митрополит Иларион Алфеев. Наконец, что касается крещения в три погружения. Оно не просто рекомендуется, оно введено в нашей церкви как норма. Конечно, на практике еще бывает отступление от этой нормы, но во всех соборных документах мы говорим, что крещение должно совершаться именно через погружение, а не через закрапление обливания. Ну, тут патриархия, 3W, 1 апреля 13-го года, беседа с Александром Дугиным. Доклад митрополита Минского и Слуцкого Филарета, патриаршего экзарха все о Беларуси, представителя Синодальной Богословской комиссии на Архиерейском соборе 2006-го года. Кавычки. В области церковного права указывается на необходимость выработать общецерковное положение в отношении Е. Пункт. Недопустимость и примирение с распространенной повсеместно практикой крещения обливанием даже детей. Ну, патриархия, ру и как где. Это говорит митрополит Минский Слуцкий, а здесь митрополит Иларион Алфеев. Я к этому добавить ничего не хочу, не думаю, никак называть, просто показываю. Вот, Андрей Звягинцев в фильме Левиафан как раз об этом говорит, что Левиафан это и государство, это может быть и церковь, и поэтому он заглатывает все. И противодействовать этому Левиафану можно только постом и молитвой. Левиафан в конечном счете это сатана. Он змей называется, зверь, страшный, невыносимый, это дьявол. И я думаю, я так только думаю, ни на чем пока ни основа, что Андрею Звягинцеву Господь помог. И может хорошие у него советники, друзья, четко и ясно. Библейское название, короткое и отражающее не только то, что мы видели, а что еще будет, и как придет Антихрист, и как говорит Осипов Алексей Ильич, что венчать его будут в России, патриархи, воцарится он в России. В первую очередь иудеи с колена данного. Вот мое рассмотрение этого фильма и я советую каждому его посмотреть. Советую. Не пожалеете после того, как мы это немножко пытались объяснить. Фильм этот заказной или нет, я не могу сказать. А они дали такую премию. Стоит за что дать? Она стоит того. Эта картина. Ну а которые обозлились, ну пусть одумаются и пересмотрят свое мнение. Я могу обратиться ко всем. Там Крылов, там кто говорил. Ну задумайтесь просто. Что поносить-то? Это мирской фильм. И сколько он захватил? Он создает как может. Набрал артистов. Хорошая съемка, место. Я всегда, когда слышу что-то и думаю, а ты бы мог, я отвечаю, никогда. А мог бы набрать людей, которые могли бы. Никогда. И поэтому перед этими людьми я вижу, я ничто. Но внутренний смысл на основании Слова Божия я постарался рассмотреть. Вот так, дорогой брат Юрий. Спасибо, Христос. Ихнати Тихонович. Как ты думаешь, утомительно будет слушать это? Я думаю, потому что сколько мы с вами беседуем, вот это деда, которую, наверное, я слышал и вслушался, даже не мог отвлечься на какие-то свои мысли. Я даже не хочу ничего больше добавлять и обрамлять, чтобы там не вырезать и чем-то там вот затуманивать. Просто большое вам спасибо. И я просто, у меня нет слов, Игнати Тихонович. Поэтому я думаю, что этот ролик, когда он будет выставлен, он действительно заставит пересмотреть и свое отношение, и свое суждение относительно этого фильма те, кто ее уже посмотрел, и те, кто еще только собирается. Вы видели в своих трех стихотворениях, я специально взял, где лет 8 я говорил о Левиафане, что не фильм делал, я не фильм объясняю, если уж который не понимает. Я говорю о жизни, которая является фильм слепок с этой жизни. Он ничего не стал придурять, таких прикрашивать. Они какие есть, вот какие они есть. Такие есть. Это жизнь. Я говорю о жизни, у меня о жизни написано стихотворение, и о жизни, об этом, не о фильме же пророки говорят. Я о фильме совсем не говорю. Просто говорю, что отзывы неправильные. А вот этот, который отвечает, этот правильно отвечает. Правильно. Я посмотрел, как они его клянут, нападают на него. Ну, это один из факторов, то, что стоит человек на правильном пути. Если бы я поступал как они, Павел говорит, если я до ныне проповедую обрезание, кажется, 5-14 к галатам, за что же гонят меня, братья? Если я такой гонят, значит, я не такой. И вот это не такая моя индивидуальность, она их бесит. Я перед ними не стою вот таким вот. Я прямо говорю, как есть. А если бы от священника, который назвал его Тарквимадой, не его, который, мысль он дает, я его тоже не знаю, но судя по всему, вы бы его приняли, принял, принял, могли бы поговорить, и он мог бы быть совсем другим, может быть бы. Если на него кто-то выйдет, дали бы ему знать, что я не против с ним побеседовать. И чем закончится беседа, не знаю, но я бы призвал его молиться у алтаря за всех, кого я назвал, тем более, за этого гениального человека, Андрея Кураева, чтобы они к нему пальцем не прикасались, которые больше всего нападают, враги нам лучшие друзья, чтобы они еще живые, как Невзоров, чтобы они покаялись, обратились. Не надо служить Левиоафану, сидеть верхом на нем, как она говорит на змеи, багряном блуднице будет сидеть с чашей. Это все относится то к католической церкви, то к православной. Но мы понимаем, там не о церкви, а о городе говорится. Понимают, первый Рим, Константинополь, третий Москва. Трех нет, осталась одна блудница. Мы так и понимаем, что речь идет о Москве. На Левиоафане она и сидит. Святая Русь, никогда она не была святая. Нигде никогда нету. И нам вот в этом раздрае надо трудиться. Да. Я просто замолкаю, потому что у меня впечатление еще больше, чем после просмотра фильма. Я считаю так, что Бог неизримо рукой извядился вводил его с места на место. Как показать? Я говорю, вот это трогательная картина. Я выделяю из всех картин. Допустим, Иеремия для меня центральное место картины, когда он в пепле молится, а она там взывает к Богу, услышь, не покинь. Вот они двое молятся, ему нельзя к ней подойти. Я в каждой картине высвечиваю один кадр. Не я высвечиваю, он у меня высвечивается. И вот это, когда он им разгром там дает, они все какие перед ним, и пытаются кто-то еще что-то сказать. Вот это центральный момент. Вот такой он пойдет в церковь, он стоит, и он всем жертвует, они это знают. Душа его никому не нужна. Его не митрополит, никто не может избавить. Он зверь, лютый зверь. Вот он, маленький левиафанщик. Вот он здесь, в мэрии сидит. Я не знаю, какие здесь, о ком говорил он там, но это абсолютное большинство. Их и пристреливают в Москве, как кажется, от Светков, там где-то с Санадыря прилетел, губернатор, его расстреляли прямо в Москве, недалеко от Лубянки. Вот они такие и есть. А священников мы уже больше знаем, им надо пересмотреть свой путь. Библию поставить в основание, в фундамент. А там ничего этого нет. Нету. К священнику никто не пришел. Если бы было где-то в более людном месте, к нему пришли бы, может быть, сектанты, и было бы по-другому. Человек-то нормальный, работает, у него мастерская, и с ним можно было беседовать. И жена-то приветливая. Погубили, разорили все. Но вот этот момент, сдвинуть с места, который пошел, церковь захотела участок-то получить, видать, вот она стоит на самом начале, эта цепочка пошла. А хорошо, хорошего мало, но это от Бога. Я просчитал другие места. И через это теперь Господь показал «Не покайтесь, все так же погибнете». Это были образы для нас, не только те, а образы в картине. Это 1 Коринфян 10 глава 6-11 стихи. Это были образы для нас. Это образы не древней, которую Израиль имел, а вот именно сегодняшняя картина, это образ, с чего мы можем взять и поступать наоборот, и найти причину смерти этих героев. А какой он будет там, пошел, ему как раз это и надо. Он там выйдет, может быть, другом. А мыра за это время уберут, сметут или убьют. А парнишка может вырасти и другим. Попадет в хорошие руки, будут где-то верующие. Вот так. Надо, а ерпископ, этот, митрополит, да Бог их знает, их тоже кидают с места на место. Но вот эта связь с властью-то, вот это сергианство-то, это у них на первом месте. Вот это как раз и показал он, показал, что такое сергианская декларация 27-го года. Сращение с властью. И это никто не отрицает. Если кто не знает, просчитайте «Горькие плоды сладкого плена» Зои Крахмальниковой. В объятиях «Семиглавого змея», как раз Левиафана, в объятиях Левиафана, такая книжечка, зарядить ее просто найти. Глеб Якунин писал «Подданный лик московской патриархии». Много что об этом написано. И об этом Александр Иосифович нежный писал. Он лично был знаком с Крючковым, с председателем параллельезным культом Кураедовым. И все это в огоньке печаталось. Но немного и мы знаем. И знаем, и как это делается. Кто кому друг, и как они с ними разоговаривают. На нас это не влияет никак. Я молюсь за всех архиереев каждый день. Господь, дай духовное рождение свыше патриарху, чтобы он родился свыше. Чтобы и архиереи получили рождение свыше. паства, священники. И чтобы вы были движимы Духом Святым. Я молюсь каждый день. И чтобы этот фильм к этому подвиг всех, кто его будет смотреть. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Больше ничего нет у вас? Все, замолкай, Игнатик Тихович. Все. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Мне всегда приятно встретиться. Никогда не подумаешь, когда паспорт. Он подаватель университета, подаватель в академии, ведет кассиватские курсы при епархии. Это город Красноярск. Соболев Юрий. Как-то узнал. Узнал через Андрея Кураев, который обо мне помянул. Он давай меня искать, нашел в интернете. Ну, а дальше он все книги попросил, купил книги все, у него есть. И проповеди все слушает. Совершенно новый человек. А много ли вас? Так у меня по всему миру вот такие люди идут. Вот сегодня один тоже пришел, Ермаков, Дмитрий Игоревич. Его ролик будет стоять. Прекрасная просто беседа была. Все, отошел. Редактор субтитров,